Вы можете сделать свою собственную волшебную палочку. Специальный дополнительный фрагмент для провокации ненависти. Ой, он впечатляется пиву. По всем возможным франшизам, по всем возможным мультфильмам. Какая сейчас в Москве цена на кактус. Херово кормят и херово все делают, все равно им хватит клиентов. И вот все, что вам было надо, это спортивки, друзья. Распределяющие шляпы Сваровские и снич. Сваровские. Друзья, товарищи, сегодня для вас подготовлен отборный и уникальный в своем роде кринж. И я, и многие другие едут вот в Америку за лучшей жизнью. За тем, что здесь люди, такие обеспеченные столько возможностей первой экономики мира. И вот даже не представляют, ни я, ни они, что с людьми может сделать. И каким кринж последствиям привести ситуация, когда у людей слишком много денег. Об этом всем сегодня в ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. И безусловно, одним из символов американского перепотребления является компания Apple. Если вам вот кажется безумием отдавать 100 долларов за ремешок от Apple Watch, то для многих здесь это не очень-то большие деньги. Как говорят, 100 долларов это новые 20 долларов. Хотя чаще всего эта фраза, конечно, употребляется совсем не в положительном контексте. Также нельзя не отметить, что здесь действительно часто меняют айфоны. Но это не значит, что американцы каждый год платят полную стоимость за новый телефон. Во-первых, есть возможность сдать свой старый телефон прямо в магазин Apple, принести его туда и прямо там же получить весомую скидку на новый айфон. А во-вторых, американцы давным-давно пользуются сервисами подписки на айфон. Да, вы не ослышались. Чтобы обновить айфон, не обязательно покупать новый, а потом продавать старый. Можно просто оформить подписку, как на музыкальный сервис или онлайн кинотеатр, и каждый год получать свежий айфон. И я это к чему? Такая возможность появилась и в России. Pedant Market предлагает подписку на айфон от 1500 рублей в месяц. И, например, за 3200 в месяц вы получите айфон 12 с годовой гарантией от сервиса, и спустя год сможете обновить его на более свежую модель. И это не кредит, займ или рассрочка, потому что нет переплат. А по окончанию срока действия услуги вы можете выкупить телефон, доплатив только остаточную стоимость, либо бесплатно обновиться на новую модель, при этом платежи останутся такого же размера, как и в первый срок действия предложения. У Pedant Market более 500 филиалов по всей стране и 1000 айфонов, доступных по подписке. Поэтому переходите по ссылочке в описании и выбирайте айфон, подходящий именно вам по подписке от Pedant Market. Возвращаемся к ролику. Начнем с прописных истин. Жизнь в Америке не идеальная. Здесь действительно много бедных. Здесь действительно много кому не хватает на жизнь. И действительно заявление о том, что лучше всего в Америке живется богатым, а хуже всего бедным, оно справедливое. Но все-таки, опять же, сравнивая что богатых, что бедных с странами СНГ, ну это просто смешно. Там, ну условно, курьер здесь может себе позволить гораздо больше, чем люди с высшим образованием даже в Москве. И тоже действительно, даже те, кто доллеры зарабатывают, сейчас сталкиваются с инфляцией и такие «Ах, продукты подорожали! Я теперь должен задумываться, сколько я трачу в супермаркете!» Знаете, вот реально, я сюда приехал, чтобы дойти до уровня, когда я вот на то же самое жаловаться буду. И несмотря на все проблемы и недостатки коих множество, все равно здесь люди живут гораздо богаче, чем у нас, и уже очень-очень давно. И вот про американское потребление, это именно про избыток, именно про излишество, про экстра, цепь на цепь на цепь. Яркий пример – машины. Здесь машины очень любят, и вот вам сравнение среднеамериканской и среднеевропейской машины. И у тех, и у других людей, ну есть деньги, и те, и другие люди живут вот в стране, которая входит в топ мира, там по развитости, по уровню образования, по уровню инфраструктуры, вот по всему она входит в топ, и в ту, и в другую влезает вся семья. И да, там вот стереотип про толстых американцев, он отчасти оправдан, но типа не настолько. То есть нет такого, что здесь вся страна толстая, им прям нужно больше места в машине. Нет, просто они любят большие машины, и просто производители машин хотят продать им больше машины с каждой машиной. И более того, вот касательно там полезного места в этой машине, а куча из них, этого не так много в Нью-Йорке, но в других штатах очень много, куча из них – это траки. Те самые пикапы знаменитые, которые как будто вот символ Америки, чтобы по сельской местности в них херачить, или по пустыне гнать, но только в действительности-то, не так много в Америке фермеров, и уж тем более, даже те, кто фермеры, им все равно, там вот когда они в магазин едут, или типа того, им не нужно заполнять весь свой вот этот вот транк. И количество фермеров по сравнению с количеством траков в Америке – это просто анекдот. То есть, понимаете, большую часть времени эти люди, вот этот вот багажник, который полмашины, они его даже не используют. И вот эту вот всю металлическую машину они катают просто так. Вот в первую очередь в этом вот огромном багажнике ездит их самолюбие. И сколько за этим стоит всяких проблем, и историй про безопасность, и всякое такое. Вот я в какой-то момент выложил шортс про то, что какие-то сейчас современные машины очень безликие, и как будто автодизайн пошел в какую-то совсем печальную сторону. И мне очень много кто написал, что, ну, обтекаемость форм, и то, что современные машины, они все вот такие вот вытянутые, это обусловлено в том числе тем, чтобы не разрезать и не разрубать пешеходов. Что все-таки безопасность не только для тех, кто внутри машины, но для тех, кто и снаружи. Так вот, знаете, если поставить перед этим траком 10-летнего ребенка, его не то, что будет видно плохо, его не будет видно вообще, просто из-за высоты этой машины и этого монструозного капота, который нужен только для изображения брутальности. И вы наверняка видели тесловский кибертрак, а вы задумывались, какого он на самом деле размера? А он пиздец, какого размера! Зато, я думаю, каждый покупатель кибертрака представляет, как он сможет уместить в него всю херню монструозного размера и монструозного количества, которое он купил в магазине. Да, известная тема, что в Америке все продается в больших количествах. Если вы будете искать видосы про это в интернете, скорее всего, там будет магазин типа Костка, то есть оптовый магазин. Или, даже если не Костка, все равно люди, которые это снимают, они, как правило, находятся в Штатах, в которых все перемещения, они обязательно на машине, живут они в каком-то районе из частных домов, и магазинов недалеко от себя у них, как правило, нет. Да даже если они есть где-то неподалеку, то все равно по ассортименту и даже ценам они не сравнятся со здоровенными магазами типа Костка, в которой еще и нужна отдельная карточка для входа, то есть ты платишь как бы подписку за то, чтобы там оптом закупаться. И это, казалось бы, логично, что вот ты живешь в отдалении, ездишь в магаз раз в неделю, соответственно, понятно, зачем закупаться впрок. Но я вот живу в Нью-Йорке, здесь все магазины в шаговой доступности, но тем не менее та же фишка сохраняется. И действительно нет никаких проблем купить там один сок, одно пиво, одну шоколадку и так далее. Но насколько в одном и том же магазине тебе будет менее выгодно купить одно, чем шесть сразу, разница очень большая. Знаете, когда я говорю, что многим здесь не повредит рехаб, я точно имею в виду не это. Это ярче всего заметно в случае с пивом, то есть буквально одно и то же пиво, одна банка может стоить 4 доллара, а пачка из шести банок 10-11 долларов. Ну то есть, понимаете, разница просто капец какая. И, ну, вы можете сказать, ну да, чувак, так вообще-то и работает опт, производителю выгоднее продать больше. Но во всех остальных, как бы, странах мира работает так, что производитель подстраивается под то, как удобнее покупателю. Здесь же как будто бы все наоборот, как будто производители взяли верх над интересами покупателей. Вам че? Ножницы нужны? Ну так вы купите 5 сразу. Ну вы купите 5 ножниц, ну вы же ножницы хотели, почему бы 5 ножниц сразу не купить? Все пригодятся для большой семьи, чтобы все сразу резали в один момент. Всегда. И получается у них это, потому что шопинг воспринимается как развлечение. Вообще устройство американского супермаркета, это штука удивительная. Там нету какой-то полярной разницы. Но вот, например, когда я стою в очереди в Дикси, меня это бесит, потому что передо мной там вот 4-5 человек, это значит, это, блядь, надолго. Кто-то из них обязательно окажется затупком, кто-то из них окажется чуваком, который там покупает какие-то специфические сигареты. Их нет на этой кассе. Нужно, чтобы вот галечка сбегала вот на самую дальнюю кассу. Короче, это всегда затягивается. Здесь вы в Трейдер Джо можете легко встать в очередь из 30 человек. Или 50 человек. И я не преувеличиваю. То есть вот ряды магазина поставлены вот так, и очередь идет змейкой через эти ряды. И я регулярно стою в такой очереди. Но только другое дело, что очередь в 30 человек легко может занять у меня типа 5-7 минут. Почему? Потому что у них 30 касс. И это не какой-то уникальный магазин. Это вот обычный Трейдер Джо. И перед этими кассами стоит отдельный чувак на стремянке, к которому вот к нему подходит человек из очереди. Он его направляет, говорит, касса номер стокота. Касса номер стокота. Вокруг этих касс бегают люди, которые собирают корзинки, выдают пакеты и всякое такое. То есть помимо 30 кассиров, есть еще люди, которые конкретно бегают вокруг касс, чтобы все все успевали. И знаете, что бесит? Что я понимаю, в чем тут кайф. Потому что у них правда очень красивые товары. Очень классно оформленные. Классно подсвеченные на фотках. Классно задизайненные. Классные на вкус. Просто посмотрите! Это что вообще? Ну то есть понимаете, само как бы отношение к напитку. То есть в Москве, безусловно, тоже есть классный крафт и все такое. Но нужно понимать, что я это купил не в каком-то особенном магазине. Это в Трейдер Джо. То есть это просто большой супермаркет. Это обыкновенная вещь. То есть типа продукт вот такого уровня дизайна. И сам настрой на пиво. То есть какой... Ну какой вот чаще в России настрой на пиво? Вот разве вот такой вот радостный, что здесь еще вот такая вот ручечка специальная, чтобы ты шел как Пеппи Длинный Чулок с этой разноцветной коллекцией разных баночек пива. Вообще на веселе. Ну реально сколько позитива в этом. Вот можно ли эту банку представить вот в пейзаже Бирюлева? Ну в смысле представить-то можно, но понимаете, само отношение другое. И мне в комментах часто пишут, что ой, он впечатляется пиву, он впечатляется чипсом. Ну дело-то не просто в этом. Специальный дополнительный фрагмент для провокации ненависти у всех, кто скучает по Киткату в России. Но если вам будет легче, это здесь называется Днерожденный пирог. И типа это конкретный вкус американского Днерожденного пирога. И по-моему он жесть какой невкусный. Здесь очень много разных сладостей с ним, и это трэш. Зато есть вот че. Вот че. С пончиком. Кепка за 20 баксов. Февраль начался, конечно же. Пора готовиться к Дню Святого Валентина. И к вопросу об абсурдном размере. Ну вот. Ну перекусец. Да, Америка знаменита тем, что тут считаются нормальными куча пищевых добавок, которые запрещены во всем остальном мире. И вообще то, что в Америке там пластиковая и херовая еда, это вот ну просто каждый второй говорит. Но говоря лично про меня, я даже вес в Америке не набрал. То есть да, в итоге он в какой-то момент поднялся у меня, типа килограмма на 4, но потом так же упал, и в итоге я вешу плюс-минус, как весил до этого. Может это типа мало времени прошло, и через год я там в камеру помещаться не буду. Но пока что все вообще нормально. И более того, там даже каких-то штук, типа несварений, или знаете, вот то, что ты не привык к местным продуктам. Да, действительно, было странно первое время, но это у меня вот в каждом новом месте так происходит. Какого-то вот экстра-недовольства я не испытал. Пацаны, извините, а какая сейчас в Москве цена на кактус? Я просто хотел сравнить цены, и вот тут лежит просто, ну, в смысле, лист кактуса, да, но обычный кактус. Вот. Сколько он сейчас стоит? Если многое в этом видосе можно воспринять как, ну, не то, что прям кринж, а просто там национальная особенность, то вот что реально я не ожидал, и не задумывался, и даже не думал, что такое есть, но многим здесь слишком много клиентов. То есть вот, например, вы, я думаю, прекрасно знаете, как жители стран СНГ, что когда вы решаете сменить сотового оператора в стране СНГ, к вам относятся как к самому дорогому человеку в их жизни, а вы точно хотите остаться? Мы предложим вам другой тариф, мы предложим вам скидку. Я платил, то есть мало того, что связь в России и так очень дешевая, очень дешевый интернет. Я платил буквально рублей 200 за безлимитный интернет, потому что однажды провернул такой фокус, позвонил, сказал, здрасте, я ухожу от вас. Они такие, нет, мы дадим вам скидку, мы дадим вам шикарные условия, в итоге реально 200 рублей за безлимит. Сейчас я плачу буквально в 10 раз больше, это считается здесь дешевой связью. И при этом, это я уже сменил оператора. А знаете, как это происходило? Я позвонил местному оператору связи, говорю, здрасте, вы меня достали, вы, блядь, безответственные, короче, поругался с ними немного и сказал, я от вас ухожу. Они такие, окей, высылают тебе специальный код для перехода, и ты тут же переходишь, без каких-либо вот вообще вопросов, потому что у них достаточно клиентов. И это очень раздражает, потому что это касается любой их ошибки, задержки, какой-то еще проблемы. Вот эта вот история, что там ваша доставка опоздала или не приехала, и вам присылают купон на 30% в скидку, перед вами рассыпается в извинениях менеджер, вам предлагают что-нибудь взамен, здесь ничего, нет, не приехала, нам очень жаль, извините. И когда ты спрашиваешь про всякие эти бонусы, они такие, нет, в нашей политике мы ничего там вам всякого не даем. И одна вот из самых безумных вещей, которые я до сих пор, блядь, не могу понять, я здесь однажды пригнал в секонд-хенд, нашел себе джинсы, подхожу к продавцу, он такой, я не могу вам это продать. Почему? Потому что кто-то пока мерил, не знаю, специально, нечаянно, неважно, сорвал ценник, соответственно, продавец не знает цену, соответственно, не может продать. В магазине на Манхэттене, в котором они платят, ну, я боюсь представить, сколько за аренду, магазина, у них нету, просто списка, блядь, товаров с ценой. И при том, это не типа 20-этажный секонд, в котором миллионы шмоток. Нет, просто, ну, обычный секонд-хенд. Мне кажется, в самом задрищенном секонд-хенде в Питере либо есть список, либо продавец сам решает, что и за сколько ему продать. Ну, как такое может быть, что вы покупателя отправляете домой и отказываете ему в продаже вещи просто из-за того, что вы как-то, блядь, проебали одну бумажку? И не менее забавно, отражается обилие товаров тут, потому что, знаете, вот что произойдет, если вы заказали что-то на Амазоне или в каком-то другом магазине и у вас украли посылку, то есть вы просто ее не получили. Вам отправят то же самое. И при любой другой проблеме вам просто отправят то же самое. И знаете, кто вот мне это сказал? Работники почты. Я говорю, здрасте, у вас вот почтальон принес посылку якобы в это время, я пришел туда через 20 минут к себе, блядь, дома, да, в закрытую комнату, в которую вход имеют только какое-то ограниченное количество людей. Говорю, нет ее там. Они такие, ну спиздили, наверное, ну вы попросите магазин еще такую же вам отправить. Потому что, вот блядь, товаров немеренно. Считается, что гораздо легче просто выслать любой товар заново, чем нести за это ответственность. И в случае, когда ты заказываешь какой-то товар с Амазона, это действительно хорошо, но в случае, когда тебе пришла личная посылка от другого человека, который не обладает бесконечным, блядь, количеством вещей, как Амазон, то поздравляю, у тебя ее просто сперли, и никто за это ответственным не будет. И в самом первом выпуске УЁ про Америку я спрашивал своих подписчиков и вот тех, кто как-то осведомлен о ситуации, как так получается, что в таких пиздатых районах Нью-Йорка, где все очень дорого стоит, где очень большая конкуренция, где, казалось бы, должны выживать только самые лучшие, совершенно не нужно стараться, чтобы найти, но откровенно прям всратое заведение, с выцветшими вывесками, с порванными менюшками, вот совсем именно 30-летней давности и именно в плохом состоянии. А дело в том, что они реально могут выживать на том, что к ним вот каждый раз новый человек заходит просто с улицы, и даже если он никогда к ним не возвращается, потому что там херово кормят и херово все делают, все равно им хватит клиентов. И после наших стран, где бизнесу, чтобы выжить, нужно на мелкие кусочки ржопу рвать, это, конечно, смотрится именно просто как халтура и халява. И очень много чего здесь смотрится как халтура и халява. И очень распространенное мнение, особенно среди европейцев, что американцы безумно много работают, у них нихера нет там ни выходных, ни отпусков, ничего такого, и вообще они не защищены в плане работы, но тоже, если смотреть именно на то, что они считают своей зоной комфорта и сколько они считают нормальным напрячься для работы в среднем, то, конечно, с нашими странами это не сравнится совершенно. Здесь труд гораздо больше уважается, но как клиента меня это периодически приводит в ярость. И особенно хорошо здесь обстоят дела с Герчом. Ребята, только доехав до Америки, у меня это все началось там в спотике показываться, и я вообще узнал, что оказывается куча групп, которые были популярны, даже там 20-30 лет назад заходишь на их сайт, а у них охеренный мерч, то есть именно работают самые современные дизайнеры, чтобы даже если ваша музыка давным-давно из моды вышла, ваш мерч из моды никогда не выходил. Вот вы знали, что у Слепнота сейчас вот такие штуки есть? Или как вам, например, секонд-хенд, подчеркиваю, секонд-хенд, в котором мерч рассортирован по группам, потому что его такое количество. Кстати, это не совсем в тему ролика, но пока что все секонды, в которых я был в США, они прям отстой. Может, я типа в какие-то нити ходил, но там все дорого, и вещи прям именно в очень хуевом состоянии, как будто никто за ними не следит. Если вы вдруг знаете какие-то реально клевые секонды в Нью-Йорке, напишите, пожалуйста. И, конечно же, у всего, что создано на территории США, или хоть как-то отдаленно с ней связано, или хотя бы полтора человека это здесь смотрели, обязательно у этого есть мерч. И, конечно же, американцы не могли не наделать кучу мерча из одного из главных произведений, романтизирующих Нью-Йорк. Это, естественно, сериал Друзья. Прямо за моей спиной вход в музей друзей. Если вам интересна эта тема, пишите в комментах. Я расхошелюсь на билет. Сейчас будем смотреть конкретно на мерч. Конечно же, фоторамки. для детей эти хрени, я даже не помню по какому поводу там был пингвин. Это настольная игра по друзьям. Это еще одна настольная игра по друзьям. Это такого размера кружка, прямо как в кофейне Централ Перк. Кстати, вот и она в полный размер, но в нее чуть попозже. Миллион разных футболок с разными отсылками к сериалу, я к своему стыду. Ну ладно, нет никакого стыда, я смотрел несколько раз на русском и половину смотрел на английском, поэтому, честно говоря, я все мемы не понимаю. снежный глобус с тем самым фонтаном из заставки, еще рамочки, еще кружки, еще футболки, огромная банка для печенья, еще футболки, еще шапки, еще кепки, футболки с фотографиями, свитшоты, тай-дай футболки, фартуки для работников Централ Перк, несколько шоперов, еще шоперы, еще шоперы, еще шоперы, еще шоперы, фирменные ковры, естественно, блокноты, магниты, пины отдельно, набор пинов, даже рюмки сразу с несколькими мемами из сериала. Вот если вы привыкли к магнитам из Анапы, ну как, по-моему, клево, что они делают реально магниты, ну которые не стыдно на холодильник приклеить, ну это же реально классно сделано. брелочечки и спортивки. Ведь вот все, что вам было надо, это спортивки, друзья. Лавочка, посвященная мистеру Хекклсу, который умер в одной из знаменитых серий друзей. Можно посидеть, поскорбеть. и такая же лавочка для агента Джо Трибиани. и буквально в паре улиц оттуда. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Нет, ну то есть понимаете, это просто конкретно вот с улицы выставлены комплекты каждого из факультетов Хогвартса, в котором вы можете просто и на весь год одеться, еще себе канцелярию купить, кухонные принадлежности, подарки друзьям. И сейчас мы зайдем внутрь. Не, ну понимаете, магазин мерча, это когда дверная ручка брендирована волшебными палочками. Знаете, вот в предыдущем магазине я комментировал все, что вижу, здесь это займет, ну не знаю, часа четыре, просто если я каждую вещь буду комментировать. Ну вот если вы думали когда-нибудь, ну какая связь между Гарри Поттером и Нью-Йорком? Ну какая-то, видимо, есть. Волшебные палочки конкретных персонажей. Склеенная волшебная палочка Рона Уизли. И мало того, вы можете сделать свою собственную волшебную палочку своим собственным нанесением и дизайном. Да, эта хрень вращается. И да, тут винтовая лестница ведет в подвал, где еще больше мерча. То есть, понимаете, вот предыдущий магазин, он был при музее, а здесь два огромных этажа чисто магазина мерча. Ну и несмотря на то, что это безусловно, это подсвечник, это безусловно доение франшизы, да, и выжимание просто денег из всего, чего возможно. Ну как они постарались? Ну как много реально труда, что дизайнеров, что оформителей вложено во все это? Да. Отдельная комната конкретно для разных сладостей. Огромная шоколадная лягушка. Ну вот если как-то так вышло, что вашим любимым атрибутом Гарри Поттера было пиво, да, то вот одна бутылочка 7 баксов, 4 бутылочки вот в таком маленьком ящичке, 18 баксов, 2000 рублей за очень маленькие бутылочки пива, в которых, видимо, не содержится алкоголя, как я понял. И если так уж вышло, что вы прям вот супер фанат этого пива, вот вам отдельная полочка с самым разным мерчом, конкретно с пивом из Гарри Поттера. Даже рюкзак есть, чтобы все пиво унести. Отдельная полка под сов. Сов чашек, мягких сов, сов больших брелков, сов брелков поменьше, сов в шарах, письмо, которое принесла сова, еще письмо, которое принесла сова, и еще другое письмо, которое принесла сова, чтобы все нашли письмо, которое им нравится. Ну это вообще как? Боже. И вы отправляетесь в... Трясись. Только не депортация, только не депортация, только не депортация. Оксимирон Финдар. Говно, ругоплук, сова. Пластиковые куклы, и всратый Хагрид. И всратый Хагрид. Еще Хоксмит. Хогвардс Мэджикал Транк. Что бы это ни было. Пазлы. И коллекционные игрушки. Ну вот реально, чуваки. О боже. О боже. Я этого даже не заметил. Охренеть. А что я вам хотел сказать, так это что? Вот какой бы даже не персонаж, а зверь вам не понравился из Гарри Поттера, вы обязательно найдете фигурку или игрушку конкретно с ним. Вот это я, когда вижу цены на местные товары. Вот это как я себя ощущаю внутри при этом. Я не знаю, как это на русский перевести. Дополнительное ухо, внешнее ухо. Но суть в том, что кроме шутки, тут реально наушник. По всей видимости, этот снич тоже летает. Да, это не шутка. Снич на батарейках. Спасибо, что не дрон. Если вы думаете, что легко быть Хагридом, попробуйте пройти хотя бы пару шагов в его ботинках. Блядь, хотел взять трубку, позвонить, спросить, есть ли у капитализма какие-то границы. Но, видимо, чтобы взять, тоже нужно заплатить. Нет, ну это просто нарочно не придумаешь. Тут товары для животных с Гарри Поттером. И если у вас есть четкое убеждение, к какому факультету относится ваша собака, то вы можете выбрать ей соответственный ошейник и еще и соответственную миску. Можно выбрать разные, и тогда у нее будет раздвоение личности. О, это, кстати, прям жестко круто. Это свечи и печать для того, чтобы ставить вот такие вот восковые печатки. Направляемся вниз. Очень красивые маски пожирателей смерти. Очень красивые. Еще кружки, подставки под кружки и елочные игрушки с Гарри Поттером в количестве вот стока. У меня не получилось это заснять, но периодически Нагайда начинает издавать звуки. Если вы хотите одеться в мерч Гарри Поттера, но не очень прям политься, здесь есть много просто одежды английских школьников, но, конечно же, есть и мантии, конечно же, всех факультетов и, конечно же, с тысячей мелких атрибутов каждого из факультетов. И вот конкретно прайс-лист на персонализацию. Ну что, кстати, не очень дорого. Дополнительные 10 долларов за то, чтобы вы написали что-то на палке, и здесь написано, сколько букв могут влезть на какую палочку. То есть на палочку Гермионы 11 и на большую часть из других палочек по 15 букв. Но помимо этого, можно персонализировать несколько ювелирных штук. Я не совсем знаю, что это. Ручки, книжки, джерси, это как бы футболки. А, тут еще и в некоторые из них включена персонализация. Боже мой! Ну вот говорил я вам про мебель, да? Я не шутил. Ну, конечно, не диван, но как вам лампа с Хогвартсом? Отдельный отдел с книгами. Оу, дэм. Нет, ну, ребят, границ нет. Как вам Хогвартс-экспресс Сваровский? Еще распределяющий шляпа Сваровский и снич Сваровский. И все это обилие очень привлекательных безделушек приводит к тому, что американцы завалены этой херней с ног до головы. И вы, может, даже видели видосы с американских аукционов, где разыгрываются заброшенные ячейки хранения, снизу доверху заполненные херней, которая была настолько не нужна, что ее сначала вывезли, а потом забыли. И при этом там куча дорогих вещей. Некоторые люди там даже машины оставляют. Я хотел показать вам, что в Америке до сих пор живы магазины комиксов, и поэтому зашел просто в случайный. Вот просто, где предыдущий кусок снимал, рядом нашел комикс-шоп, даже не по карте, а просто увидел. И посмотрите, что тут! Какое количество этих фанки-попов! И это просто с ума сойти! По всем возможным франшизам, по всем возможным мультфильмам, и более того, по американским баскетболистам, футболистам. И вот вам отдельный рестлинг-ринг с двумя фигурками Джона Сины и Дуэйна Скалы Джонсона. И вообще, признаюсь, мне очень нравится комиксная культура в США, и что она реально до сих пор жива, и до сих пор люди этим интересуются, явно покупают, раз оно все живет, и несмотря на весь пиздец с ценами, которые здесь откровенно есть, комиксы прям дешевые. И более того, на самих кадрах видно, что чуваки сидят прям там, играют во что-то за столами и проводят время в комикс-шопе. Снаружи видно, что комикс-шоп как будто занимает два этажа. Я спросил, а что у вас на втором? И он такой, он постоянно не работает, мы иногда там проводим всякие игры и другие активности. В комикс-шопе! На Манхэттене! Это Empire State Building! И вот знаете, я ни в коем случае не социалист, не коммунист, но в моем представлении жить среди капитализма лучше всего, когда ты ему сопротивляешься а не поддаешься. Потому что реально, если именно слепо вот за всем этим идти, то у вас никогда не отложатся деньги, никогда ни на что не накопится, и сколько бы вы не зарабатывали и в какую бы богатую страну не приехали, вы всегда будете перепотреблять, а ничего на самом деле полезного не накапливать. И даже если вы живете не в первой экономике мира, мне кажется, это отличная штука, чтобы задуматься, в принципе просто жить из логики, что не пытаться взять больше, чем вам надо. Ведь вот все эти вот супер-овер-богатые люди, да, и мы, живя в обществах с очень большим имущественным расслоением, мы на них смотрим и думаем, ну хорошо, ну, блядь, ну было у тебя 4 комнаты, ну куда тебе 10, ну куда тебе 20 комнат, ну их же сложнее содержать вообще, чем просто не иметь. И мне кажется, это берется в первую очередь от того, что люди вот не могут остановиться в этом вот собирательстве, накопительстве, покупании и всем таком. А если вы тот же самый ресурс просто вот перестанете тратить на восьмую пару обуви, двадцать пятую футболку и все вот в этом духе, то я думаю, вы с легкостью найдете, куда это все дело в итоге вложить, либо использовать для себя сейчас, либо использовать для себя в будущем. И это относится даже не только к вещам и деньгам, а в принципе вот ко всему в жизни. Вот такая удивительная мораль, что в Америке поживешь немного и понимаешь, что деньги не главное. Хотя они мне все равно очень нужны. Поэтому, товарищи, можете подписаться на мой Бусти и Патреон, чтобы поддержать мой канал. За это вы получите доступ в закрытый паблик, где всякие музыки, кинищи и прочие рекомендации разного интересного искусства лично от меня, при этом накопленные годами. А если подпишетесь вот чуть на побольше, то попадете в закрытый ТГ-чатик, который называется фокус-группа Сейна, куда я скидываю свои ранние наработки, какие-то моменты жизни и прочие вот штучки, о которых я хочу посоветоваться со своей замечательной фокус-группой. Можете стать одним из них, буду рад вас там видеть и буду рад, что вы поддержали мой канал. Еще у меня Телеграм, Инстаграм, ВК и все соцсети ведутся, живут, все охеренные, только вас там не хватает. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А-